В Коврове дольщиков обманули дважды. Сначала застройщик, а потом вроде как и чиновники. Об этом, по сути, открытым текстом на пресс-конференции говорили общественники из ЖКХ контроля. Десять дольщиков заплатили за дома в микрорайоне малоэтажной застройки. Сначала застройщику, но получили от него только коробки. Потом достраивали эти дома сами, снова вкладывая свои кровные. А в микрорайоне тем временем появились коммуникации, дороги, земля подорожала, и чиновники забрали ее себе. Общественники не понимают, как можно так обращаться с обманутыми дольщиками. О помощи им говорит губернатор и даже президент, а в Коврове их как будто не слышат. Администрация города Коврова оставляет наедине с застройщиком этих жителей и распродает всю остальную землю по уже завышенной цене. То есть, получилось таким образом, что жители были обмануты дважды. На недавнем совещании со строителями директор областного департамента строительства заявил, к концу 2017 года в области не останется ни одного обманутого дольщика. Впрочем, ковровских бедолаг в расчет, видимо, не принимают, поскольку они вложились не в многоквартирные дома, а в малоэтажное строительство. По словам общественников из ЖКХ контроля, ориентировочно 20 мая дольщики намерены пикетировать Ковровскую мэрию, Владимирский Белый дом и даже Госдуму. Более глобальная проблема – раскрытие информации. Как сообщает ЖКХ контроль, отчитываться о своей деятельности управкомпании ТСЖ и ЖСК теперь должны на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. В противном случае – жесткое административное наказание. Но, как показывают проверки, некоторые управляшки, например, в Коммунаре, предоставляют липовые отчеты. Данная управляющая компания недопоказала своих доходов в районе полутора миллионов рублей. Она не показала те деньги, которые, по всей видимости, не платит застройщик, потому что часть квартир не продана. Это новый дом. В новостройках очень часто управкомпании принадлежат застройщикам. И вместе они пытаются устранять недоделки за счет новоселов. Схема развода такова – новосел подписывает бумагу, что претензий к застройщику не имеет, а потом от управкомпании приходит первая платежка уже с долгом. Поэтому надо читать, под чем подписываешься. Ну и волнуют контролеров взаимоотношения жильцов с ресурсоснабжающими организациями. Из схем расчетов за свет, воду, газ и отопление исключаются у правкомпании. С одной стороны, это хорошо, деньги не пропадут. С другой – отопление нынче дорого, уже две тысячи рублей за гигакалорию. И остановить рост тарифа можно только мероприятиями по энергосбережению. А ресурсники проводить их не могут. Если управляющая компания имеет ключи от подвалов, от чердаков, от всего остального, ну если я как председатель само собой, то ресурсники, они этого не имеют. Они не имеют штата, чтобы контролировать, что происходит в доме с их ресурсами. Специалисты считают, работу ресурсников по энергосбережению надо утвердить на законодательном уровне. Только так можно избежать социального взрыва, который произойдет, если повышать стоимость гигакалории бесконечно. Александр Инин, Константин Миронов, Шестой канал.